Продолжение следует... 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 В хоре Кашихабльской школы сошлись судьбы великого певца и композитора Умара Тхабисимова и шкалера Илюши Петрусенко. В своих воспоминаниях Илья Антонович рассказывал, как часто он с друзьями буквально пропадал на адыгейских и русских свадьбах. И взрослые приветствовали их тягу к народной песне и народным традициям. Неудивительно, что из Кашихабльских ребят с благословения тогдашнего учителя пения Умара Тхабисимова выросла целая плеяда выдающихся музыкантов и деятелям культуры. В своих литературных трудах Петрусенко сделал множество штрихов к портретам своих прославленных земляков, а также поэтов и песенников Кубани. Песня «Адыгея» О развитии современного песенного искусства Адыгеи Илья Петрусенко написал несколько книг и множество публицистических работ. Тем самым способствовал возрастанию популярности песенного искусства не только в самой Адыгее, но и за ее пределами. Малая родина, адыгский аул Кашихабль подарил Илье Антоновиче встречу с прославленными музыкантами Адыгеи и любовь к народной песне на всю жизнь. После Кашихабльской школы Илья Петрусенко целенаправленно закончил Краснодарское музыкальное училище имени Римского-Курсакова, Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки, Краснодарский государственный педагогический институт. В 1967 году Илья Антонович становится хорместером ансамбля казачьей песни «Колос» станицы Новорождественского и Тихорецкого района. За 50 лет творческой истории выступления станичного ансамбля радовали сотни тысяч зрителей Кубани, России и зарубежья. «Колос» является лауреатом многих всесоюзных, всероссийских конкурсов и фестивалей, неоднократный участник показа советского самодеятельного творчества за рубежом. Свою практическую деятельность Илья Антонович организовал в пригородной станице Северской, где ему были созданы благоприятные условия для работы. Название «Пающий» закрепилось за станицей благодаря работе таких профессионалов, как сам Петрусенко, Коробутова, Веремеев, Золотухин и многих других хоровиков, а также находящемуся в Северской краевого колледже культуры. В 1968 году я работала инспектором отдела культуры в районе. Вдруг заходит мужчина, такой высокий, интересный, и представляется, я Елена Петрусенко, композитор, сам пишу, у вас нет случайной работы, я сам хорместер, веду хор и так далее. Я говорю, да, есть, нам нужно хормить, что дом культуры. Вот мы с ним познакомились. Он говорит, ну, Надежда Ивановна, ты первый мой знакомый, пожалуйста, я говорю, сейчас позвоню директору, все воспримут, и пожалуйста. И вот он пришел и с нуля начал работу, организовал такой прекрасный хор «Нива». Это, я считаю, настоящий композитор, настоящий добрый товарищ, друг, и очень любил свою работу, и самое главное, любил людей. Начало работы в Северской совпало с окончанием затянувшейся холостяцкой жизни. Молодая голосистая женщина Мария Деденко, работница строительного управления, стала женой и верной подругой Ильи Антоновича. Мария Георгиевна была первым слушателем новых песен и первым критиком. Ряд старинных кубанских народных песен он записал именно от нее. При встрече с Марией Георгиевной мы окунулись в домашний мир Ильи Антоновича, который всецело наполнен теплой памятью о нем, как о самом дорогом человеке. Счастливее не было меня. И на улице все любовались мною, и в магазин приду, всегда все оборачивались, как я хожу. А вы знаете, я все время шила сама. Всегда, как только приходит, нет меня. Он сказал, на огород. А я там стою, он ждет меня. Даже никогда никак не обозвал. Такой добрый. Последний. Как дадут ему там эти цветы, конфеты или что. До сих пор вот еще все эти коробки, конфеты. Все тащил домой. Как же не быть счастливой? Он никогда не говорил Машу. Мария Георгиевна себя называла. По имени отчества. У него судьба такая. Жизнь прошла. Встретил женщину, они прожили с ним сколько лет. Он такой простой коробку держал, ухаживал за ней. Ну такой от земли человек был. И на какую красавицу. Я не подвинявил свою жену. Маша для меня все. И мне не стыдно, что я профессор. Ему дали звание профессора, заслужил. Что я занимаюсь хозяйством. Я пью свое чистое молоко, свою сметану, свой творог. Я занимаюсь это с удовольствием. И надо сказать, что Маша очень ему помогала и в творчестве. Она и в Ниме пела у него. Она вот и в лесокомбинате пела. Везде. Везде. Она и в Ниве пела. И в Ниве. Везде. Везде. Во всех коллективах, которые... Везде. Везде всегда вот такая пара была. Как это. Один как ниточка, ниточка. Вот вместе. Вот. Понимаете? Его ручечки еще я не развязываю. Здесь, в общем, весь Краснодарский край. Все композиторы, писатели. В общем, вот это вот все написал о них. Эта книга, она посвящена кто как. Захарченко по-своему передает, что он эти песни пел. Он то хорошо, но Илья Антонович, здесь его 200 песен, которые рождаются ребенок, песни пели. Идет там сколько лет. Свадебные, похоронные. После войны, во время войны. Все. Все здесь. Я надену красивый... Курс ветеранов войны и труда был организован в декабре месяце 1984 года. В данный коллектив влились, конечно, это именно ветераны войны, которые воевали в те годы. Но как бы сохранили огромнейшую любовь к песне, естественно. Вот их было всего 9 человек. Где-то... Да, в основном женская, кажется, группа. Потому что уже вот 30-летие в этом году будет отмечать данный коллектив. Но коллектив направленности был академического плана. И пели, конечно, в первую очередь песни военных лет, о войне, о любви, конечно. Ну и потихонечку пели произведения кубанских композиторов и обработки народных песен. Ну вы знаете, время, как говорят, бежит и изменяется. И вы уже, наверное, еще, к сожалению, меньше слышите академические хоровое пение. А вот сейчас народное пение превалирует. И наш коллектив постепенно перешел на новый, как бы, путь исполнения. Это немножко другая манера, более такая светлая, ближе, приближенная к разговорной речи. Вот чем именно вот занимался Петру Северского. Он много очень сделал для вот станицы северской, видя такой коллектив. И в то же время он работал у нас в колледже. Тоже внес свою определенную лепту. Девица по саду гуляла, красная по саду гуляла. По саду, по саду, по саду гуляла. Девица колену ломала, красная колену ломала. Калину, калину, калину ломала Деница с калины упала Красная с калины упала С калины, с калины, с калины упала Деница в озеро попала Красная с калины попала Девица окуня поймала, красная окуня поймала. Девица окуня поймала, красная окуня поймала. В 1982 году под началом Ивана Сталтовца талантливые музыканты Северской музыкальной школы объединились в ансамбль «Родные напевы». За 33 года коллектив лауреат нескольких фестивалей народного творчества на родине и за рубежом. В репертуаре ансамбля более 170 произведений. То, что он стал исследователем, большим исследователем культуры и искусства, композиторского письма, очень много писал он интересных книг, написал, в которых раскрыта сущность не просто как писателя, а именно исследователя, именно с научной точки зрения, именно подхода к людям, раскрывая их, опять же, какие-то души, раскрывая их образы, раскрывая их профессионализм. Эти книги и сейчас очень популярны и в обсуждении с деятелями искусств, и просто людьми, читающими книги, знающими, как большого профессорала, как настоящего профессора, настоящего человека, который просто жалко, что он очень рано ушел. Наверное, еще много было написано и книг, и может даже и песни, музыку. С первых дней в ансамбле «Родные напевы» Любовь Галуева, заслуженная артистка Кубани. Кстати, название ансамбля «Родные напевы» родилось благодаря ей. В биографии Любовь Григорьевны 12 лет работы в государственном кубанском казачьем хоре. С этим хором также связана и профессиональная карьера Петрусенко. Илья Антонович разъезжал по хуторам и станицам Кубани в поисках голосистых казаков и казачек для создаваемого в 1960 году в Краснодаре государственного кубанского казачьего хора. Ему, тогда главному хормейстеру нового творческого коллектива, удалось подобрать такие голоса, что некоторые из певцов успешно трудятся в хоре до сих пор более 30 лет. Память о прославленном народном казачьем хоре Нива, который начал свою жизнь в далеком уже 1975 году, сохраняется в памяти старшего поколения станичников. Благодаря работе Ильи Петрусенко хор поднялся на профессиональную ступень, несмотря на то, что его участниками были люди совершенно разных профессий, социальных групп и возрастов. Это были врачи, учителя, строители, доярки. Все же молодые еще были, работали, у всех дети, школы, садики и все. Как-то определялись, кто-то смотрел за детьми, бабушки, сестры, родственники смотрели за детьми, а мы уезжали на день, на два и на три. Это, конечно, на производстве всем. Где кто работал, директора были от отдела культуры, знали же все, что мы будем ехать. И всем руководителям дали такое задание, что если человек едет куда, значит, ему дают освобождение, сохранение заработной платы. Скажите, пожалуйста, может быть, вы помните, когда-то в Северской был такой народный казачий хор Нива? Был такой. Был. В каком году не помню, но был. Вы бывали на их концертах? Бывал. Очень хороший. Давали концерт Нива. Было такой. Не были ни разу, честно. Нет, наверное, это было тогда, когда, ну, правда, не знал. Извините, мы недавно приехали в Северскую, так что мы вам не поможем с этим вопросом. Нет, к сожалению, нет. Мне нравится этот очень хор, но почему-то его сейчас очень редко выступают. Весна, Нива была, да. Ну, вы же знаете, что в советское время хор был, это вообще. Пели мы, мы же телевизоры не сидели, пели раньше. А сейчас почему-то стыдно петь. И на улицах пели, везде ж пели. А сейчас попробую запоить, скажешь, не все в порядке с головой. Только где-то там калуарно, где-то закрытым в Дом культуры или на каком-то празднике и все, да. А так раньше ж пели вообще постоянно. Но потом петь было роскошно. А сейчас стыдно. Вот я бы пела, но не с кем петь. Если честно, нет. Я тоже сам, как бы, отношусь к представителям старинного казачьего рода, но мои корни в темрике. Да, у меня остались фотографии. Они ездили в Волгоград и еще там какие-то города. Это участники еще этого хора, живы-здоровые. Они вспоминают Петрусенко. И жалеют, что это традиция, такие хоры канули в лету. Это нужно возрождать. Люди хотят петь. Люди хотят вспоминать народное творчество. Я работаю в райпотребсоюзе, и он в свое время на базе райпотребсоюза вел хор «Ромашка» у них, по-моему, тогда был. И все, практически основная масса работников этот хор посещали. И вспоминаю добрым словом и хоры, и Петрусенко, и всех концертмейстеров, которые работали в этом хоре. И Юрия Ивановича в «Арелиде», и Редкобородова. Помнишь такой хор? Нет, мы, к сожалению, не помним. Нет, как-то не очень вспоминается. Это, наверное, у старшего поколения спрашивать. Ну да, хороший хор был. Правда, помним немножко. В парке выступали они, вот на этой площадке, летний кинотеатр. Хороший хор был. Если бы они его забновили, наверное, хорошо было бы. Ну, 30 лет живем, но что-то они не участвовали. Хор «Нива» казачий. Не слышали. Нет, нет, нет. Ну, ракушки. К сожалению. К сожалению, да. А «Ромашка», «Весна». Вот «Весна» слышали, да. А «Ромашка» и «Нива» нет. Да. Вот мы сейчас тоже поем в хоре в Народном у Клары Владимировны Поддубной. Ну, вы его песни исполняете? Или редко? Редко. Когда-то в Северской работал народный казачий хор «Нива» под управлением Илья Антоновича Петрусенко. Да, да. Что-то вы помните об этом? Помню, конечно. Помню. Был хороший коллектив, народный коллектив. Много людей находили там отдушину. Приходили повстречаться, пообщаться. Люди пенсионного возраста. Люди, которые любили народное творчество, любили кубанскую народную песню. Вот. Люди находили в этом отдушину. И, может быть, участие в этом хоре многим людям добавило, я думаю, не один год жизни. Не один год жизни. А сами вы не участвовали? Я не участвовал. Я участвовал в другом коллективе. А знал прекрасно Лью Антоновича и знал многих участников этого хора. Которые и в нынешнее время живут, и здравствуют. И, может быть, благодаря этому участию в народном творчестве. В постоянной экспозиции Северского историко-краеведческого музея выставляется работа местного художника Анатолия Николаевича Нижельского «Портрет Бурхана». Мужчина лет 60 в казачьей форме. Надпись гласит, что Бурхан – участник народного хора «Нива». О своей работе и о герое лучше расскажет сам автор портрета. Я, честно говоря, уже не помню, как я с ним познакомился. Я просто, видимо, заходил, увидел его в форме казачьей и с наградами. Ну, разговаривался, предложил, давайте я вас порисую. Вообще он интересный. Он до войны жил в Ильской, врач. Он рассказывал тоже со мной, говорит, там Ильская была, бандитская станица. Ужас, говорит, какая. Вот. Но меня, говорит, я иду, я не боялся ходить. Любое время, ночью там это. А там группами ходили, все. Пацаны, ша, ша, это доктор. Доктора не трогайте. Я недавно видел в музее портрет и думаю, это же Бурхан, наш дедушка. Да, действительно, Бурхан. Настолько портрет точно передает его внутреннее состояние, душу. Вот смотришь, как будто как живой человек стоит, а уже сколько лет его нету-то, в принципе. А человек скромный был, умница большой. Ну, доброты не... И три ордена славы. Первая, вторая, третья степени. Во время войны это считался герой Советского Союза, если так шло вот по жизни. Но бытуник это в жизни не говорил. О своих наградах, а что. Ну, вот форму казачьего надевал таким, знаете, чувством гордости, жалоб. Хор Нива, что называется, гремел по всей Кубани. Встретить его можно было и на концертных площадках, и на полевом стане, и в отдаленных поселениях района. Среди прочих хоровых коллективов он был признанным лидером. Как-то стал вопрос о выпуске нашей первой такой афиши, наглядки такой небольшой. Думали, это же надо было где-то сниматься как-то. Я точно стоял, чтобы это было движение как-то непредвзято, не в оборудовом коллективом, а это было в каком-то вот таком непредвзятой остановке. И Бурхан у нас был участник, такой дедушка старый был, такой уважаемый нами всем. Он говорит, что там есть старая заброшенная конюшня, поехали сюда. Ну, поехали. А там, оказывается, остался колодец, журавель вот этот, ограда такая, телега стояла. И настолько это вписалось в образ, мы переоделись, конечно, в костюмы и все, нас сняли. Вот эта первая фотография была наша, для Нивы именно вот, именно эта снято была. Потом пошли, снимали здесь, возле дома культуры. Тогда еще ивы были маленькие, зеленые такое, пышные все было. Сейчас они уже вымахали, не узнаешь, многие деревья упали, спилили. А вот жизнь, что значит, жизнь идет вперед, да. Мы вместе с жизнью развиваемся, учимся, постоянно чему-то учимся. Но эти люди, которыми ты работал, может потому что с ними было сложно работать, но они памятные, потому что все, что человеку дается сложно и трудно, оно всегда запоминает, что очень здорово. Поэтому, наверное, так. Как-то я была в Москве по своим делам и зашла на ВДНХ. Тогда еще была ВДНХ, и зашла посмотреть там, где чего, что. И зашла в павильон культуры. Я вообще была поражена, когда я увидела свою фотографию нашего коллектива. Там не все были, конечно, но вот сценка такая, где-то на краю станицы, вот этот колодец, там казачка поет казака, там все это. И вот колодец такой красивый, ну некрасивый, как всегда на деревне. Я стояла, вообще не могла, как завороженная стояла, смотрела и думала, господи, ну надо же, даже Москва знает. Жизненной и творческой энергии у Петрусенко хватало на несколько коллективов, где всегда были высоко востребованы его профессиональные знания и человеческие качества. Не считая с личным временем и расстоянием, он помогал в работе своим коллегам в Тихорецке, в Инэме, в Афипском. Петрусенко я познакомился близко в 87-м году, когда он пришел в Афипский лесокомбинат руководить женским хором. А я был в этом хоре аккомпаниатором. Ну мы пели очень много разных песен, и кубанских, казачьих, и также пели песни советских композиторов. Было с ним очень приятно работать, этот человек был очень уважительный к людям. Я вот этим очень его запомнил хорошо, очень внимательным, всегда мог подбодрить людей перед концертным выступлением, потому что, сами понимаете, люди рабочие, и они, конечно, непрофессиональные артисты, часто они волновались. Поэтому отношение как человек это было, безусловно, один из замечательных людей, которым мне пришлось встретиться в моей жизни. ПЕСНЯ 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 Зорницы продолжают существовать, и сейчас уже там новый руководитель, заслуженный деятель искусства, Дмитрий Александрович, который, помимо этого хора ведет и хор в Яблоновке, который в Тахтамукае на первых местах. Он там уже как хор ветерана, уже женщины стали немножко, ну, взрослели, как говорится. В Афибской хор-раздоле, я, правда, не работаю в этом хоре уже восемь с половиной лет, но он также продолжает существовать. Пришли новые люди, вливаются новые молодые поросли. Я думаю, что традиции Илья Антоновича и его песен задушевных и прекрасных будут продолжены. ПЕСНЯ 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 А сейчас мы постарели уже на тесто. Не, не поэтому еще руководители, наверное. Да, много зависит. Политика же поменялась. Раньше свободнее было. И транспорт, и все было связано. Мне кажется, раньше и хоров было больше. ПЕСНЯ Самодеятельные ансамбли существовали почти в каждом большом и малом трудовом коллективе. Хор «Ромашка» Северского райпо, хор «Зеркально-фурнитурного цеха», народный хор «Весна» комбината бытового обслуживания, «Ивушка», швейная фабрика, хоры ветеранов при домах культуры и много других коллективов. ПЕСНЯ 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 что это великий труженик это не просто талант это труженик у которого души ума тепла сердечного хватало на всех и на все и вот что для меня наверное самое такое дорогое вот в воспоминаниях о нем осталось то что человек этот был необычайно просто в общении красив и просто а вообще-то вот можно сказать что человеческая жизнь это как река и все человечество плывет по этой реке но все по-разному один вот пропрыгает там по камешкам вдоль берега и пятки даже не замочит так и доскачет до последней пристани а есть такие которые нырнут с головой чтобы увидеть что там внизу какие там камни какой песок какие рыбы какие лягушки все им нужно узнать увидеть и обязательно вот как-то сквозь себя это все пропустить эту всю красоту не плывут по течению другие против течения вот наверное илья антонович это был человек который нырял с головой в любое дело свое которое он делал вот только песок то у него было непростой а песок был золотой и этот песок он знаете вот так рассыпал берите кому нужно что нынче большая большая редкость интересная вещь ли антонович распевки делал песен учили мы никогда не застрялись ни на одной песне вот он сегодня же знаете такую песню написала разжиговку давайте сделаем несколько слов поет сам про поет каждую партию спели спели ну давайте соединим соединили все на сегодня достаточно она как бы сама собой ненавязчивая песня порождалась и вы было на слуху уже с как всегда в этот раз раз ну что он как-то вот так все настроение как-то руками настроение как все хорошо поехали раз фону к инструменту если я скажу так он человек творческий во всем и в отношениях вот у нас не было такого что вот мы студенты а он там преподаватель то есть если когда шел урок хора то он как говорил вы должны насильно я вас не доставлю петь вы должны этого хотеть желать мы должны с вами вместе делать вот это вот эту песню например и он никогда ни на кого не кричал не было такого ты не сдашь там партии там или что-то нет это все как-то шло в процессе вот в этом потом он мне чем он запомнил мы же молодые были вот да как бы может быть я сейчас бы по-другому оценивала а тогда нам нравилось то что он мог разрядить обстановку обязательно какой-то шуткой вот что его отличало сразу эта шляпа которую носил он совсем не так как носили в станицах мужчин а потом еще одна деталь когда он снял великолепная шевелюра и посадка головы осанка все говорило о том что человек это творческий что это актер скорее всего ну не совсем актер это был композитор и руководитель хора я его сразу пригласила к нам на встречу с ребятами со школьниками его не надо было уговаривать вот это было удивительно но не нужно было ему говорить только я спросила когда ему удобно он сразу согласился нашел время и приехал приехал с солистами с баянистами обычно дети внимание концентрирует не больше 20-25 минут полный зал тогда в колхозном доме культуры портер был это 450 мест все места были заняты и вот это огромная детская аудитория была подчинена ему но как один человек ни один ребенок не вскрикнул не пискнул не ходил по между рядами все были настолько включены вот в эту песенную какую-то историю и и когда звучали знакомые песни так я смотрела а дети подпевали 70-е 80-е годы на кубани среди народных и самодеятельных коллективов ежегодно проводился фестиваль кубанская музыкальная весна непременным участником которого был хор нива в марте месяце каждый каждый год марте месяце проходила музыкальная весна все коллективы выходили на площадь ленина где там собирались было очень красочно март месяц природа оживает цветов много шаров все в красивых платьях в этом театральных все собирались а музыка песни танцы и все шли через площадь ленина на стадион людей было очень много люди как-то понимаете ждали этого праздника весны они уже знали и вот начинался концерт выступали коллективы но хору нива как всегда или мы открывали и закрывали или же только закрывали люди не расходились а все думали что вот все выступили раз нет все ждали пока выступит нива дополнительные и неповторимые штрихи к портрету или петрусенко мог бы сделать каждый кто был знаком с этим талантливым человеком участник хора федор гласов ныне руководитель центра развития творчества детей и юношества станицы северской так вспоминает о своем наставнике русенко как человек как личность очень сильно влиял на окружающих всегда он умел рассказывать зажигательное рассказывать все слушали сидели он показывал рассказывал руками жестикулирован такой был человек общительный очень его все любили и вот когда он даже порою коллектив собирал ну что там говорить мы собирались порой после концерта за столом стола накрывали все он садился в огневое стола всегда закатывал рукава и так как мужик такой нормальный всегда кушал мы всегда смотрели и завидовали на него такое жизненное сильное он так интересно это все было вообще он по жизни был большой друг ну как друг я не могу сказать что он был друг ну вот я в институт культуры поступал федорус селич надо вот это вот это вот это вот это вот это вот это то есть вопросы которые нужны может быть благодаря этому я и поступил в институт культуры после этого всего вообще работая с ним было работать тяжело каком это что не научил требователь как профессионал а почему и этого нет а это надо сделать это нужно достать и ты начинаешь изворачиваться как хочешь но это нужно сделать не просто вот находишься скрытые резервы где-то что-то договариваешься где-то что-то делает костюмы прочее прочее в библиотеке поселка афибский где жили супруги петрусенко создан музейный уголок ильи антоновича ведь немногие земляки знают что рядом с ними трудился прометей кубанской песни собиратель многих уходящих в небытие народных мелодий которые благодаря ему получили свою вторую жизнь еще одна просьба была со стороны марии георгиевны чтобы и наш глава поселка кавленко юрий антонович и мы как-то посодействовали печати книги последняя книга или антоновича петрусенко каким я знал ивана ворова вот эта вот книга она в печатном виде находится именно как он печатал на своей машинке награды у нас хранятся конечно отдельно на каждом мероприятии на каждом уроке кубановедения мы их показываем детям показываем рассказываем что какой все-таки человек заслуживший столько столько наград он достоин быть увековеченным конечно и в поселке и в районе петр николаевич пилипенко участвовал в инструментальной группе ансамбля нива и сегодня под его руководством к прекрасному миру музыкального искусства приобщаются сотни северских мальчишек и девчонок привел меня в этот хор виктор федорович редкобородов с которым мы работали музыкальной школе но и сотрудничали так как компанияторы в доме культуры солистом хор в то время был одним из ведущих коллективов не только района наверное края потому что он на мой взгляд был первым коллективом которые профессионально занялись самодеятельным коллективом которым профессионально занялись в частности или антонович как композитор как руководитель как дирижер в инструментальной группе в те времена я помню владимира николаевича мышкина он был руководителем и группы аккомпаниаторов все аранжировки которые писались для хора и как авторских песен или антоновича так и обработок народных это все было сделано им в хоре также довелось поиграть с юрием ивановичем в религи вот эти три музыканта которые с которыми действительно удалось и поработать немножко и поиграть вместе к сожалению никого уже из них нет среди нас но то совместная работа то цель которую мы ставили перед собой чтобы обеспечить хорошее выступление хора хороший аккомпанемент она конечно дала очень много для меня потому что дальнейшем не довелось играть нескольких других составах и в ансамбле родные напевы и в хоре него которым руководил золотухин сергей михалыч это была школа него была школой школа и компании аккомпанемента аккомпаниаторство или антонович как руководитель он был вообще таким не скажем чтобы очень требовательным но руководителем который в мягкой форме незатейливо ненавязчиво требовал от музыкантов каких-то особых приемов особых аранжировок чтобы хор и аккомпанемент были единым целым и это ему удавалось просто без каких-то дополнительных напряжений усилий настолько творческая была взаимосвязь музыкантов и руководителя я как бы горда тем что у нас был такой руководитель и мы вспоминаем могут это барана володя мы с ним часто встречаемся сейчас в атамане у них он в анапе сейчас живет и наши курини рядом северский анапский вот мы часто вспоминаем конечно же илью антоновича вот это время наше золотое студенческое и вот этого прекрасного человека сегодня как и прежде северская и ее соседи остаются поющими станицами изменилась жизнь появились другие ритмы редко уже можно услышать задушевные напевы в ночной летней тишине как рассказывают старожилы на одном краю станицы песню затягивали а в другом заканчивали сегодня кубанская песня чаще звучит концертном зале ее исполнение подчинено законом классического хорового пения творчество или петрусенко выдающегося кубанского композитора тесно срослось с истинно народной музыкой многие из его произведений стали считаться народными песнями но наш герой скорее всего стремился именно к этому он не гнался за славой отдавал всего себя любимому делу и служил во славу родной земли много городов есть у россии мне всего дороже и милей город под кубанским небом синим что звенит в разливе тополей это слова песни о главном городе нашего благодатного края городе краснодаре который подходит к своему двухвековому любви но молодеет и хорошая столица кубан с каждым годом я иду любовью с краснодаром все знакомо с детства в небо стран хорошо когда со мною рядом город мой сладный верный друг козли и и Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.